Ульяновский коллекционер Дмитрий Русских заинтересовался моделями автомобилей еще в раннем детстве, в 70-х годах прошлого столетия. Они только стали появляться в галантерейных магазинах Советского Союза и были в большом дефиците. Сначала Дмитрию маленькие машинки покупали родители и дарили родственники, а потом он увлекся и стал приобретать их сам. Теперь коллекция Дмитрия Русских насчитывает около трех тысяч различных моделей автомобилей. Часть из них он представил в читальном зале Дворца книги на выставке «Мировое автомобилестроение XX века». Начиналось это все у меня на родине, ниже в Новгороде, даже в Пригороде. Я, как говорю, уже начиналось все с игр. Когда-то всего ничего не было, но хотелось. Приехали уже в Ульянск сюда. Здесь тоже в магазинах стали появляться такие же маленькие машинки. Дорогие шутки. Одна маленькая машинка по тем временам 3,50 ставила. Большие деньги были. Шли цены дальше. 5 рублей, 7 рублей. Ну и самая дорогая была Нива. Она была 11,30. Как говорит коллекционер, у каждой модели автомобиля есть своя история. Например, ГАЗ-14 «Чайка» собирали вручную с 1976 года на Горьковском автомобильном заводе. Первый автомобиль подарили главе государства Леониду Брежневу. Производство «Чайки» свернули в 1988 году на волне борьбы с чиновничьими привилегиями. Изготовили всего 1114 автомобилей. Заводской образец. Модель очень тяжелая. Где-то только 300 грамм. Весь выпускалась только на Горьковском автомобильном заводе. Чертежи ее уничтожили. Вот эта вот модель у меня появилась. Я просыпаюсь утром, она у меня стоит прямо на столе. У меня будет неожиданность. То есть вот прям приятно так было. Среди раритетных на выставке также можно увидеть советский ГАЗ-2402 «Волга». Эскорт «Аэрофлот» с рацией и табло, предназначенное для встречи и сопровождения самолетов. Олимпийский автобус «ЛиАЗ». Олимпийский «ЗИЛ» для перевозки лошадей во время соревнований. Телевизионные «УАЗики» изготовлены совместно с финляндской фирмой. Специальный автомобиль сопровождения Олимпийского огня «РАВ-2907». Дополнением к выставочным моделям стали тематические издания из фонда Ульяновской областной научной библиотеки. Выставка будет экспонироваться до 12 августа. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.